Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена контролируемым сделкам. На экране вы видите наши контактные данные, то есть адрес электронной почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева-Галина. Контактные данные вы тоже видите на экране. Сегодняшняя наша встреча посвящена будет изменениям, которые у нас произошли по контролируемым сделкам и, соответственно, как это отражается в программе. То есть мы поговорим о том, кто должен подавать уведомления, сроки подачи уведомления, какие сделки попадают под контроль, кто и как их проверяет. Ну, соответственно, посмотрим форму самого уведомления, поговорим о том, как оно заполняется. Затронем предельные значения процентных ставок и поговорим еще про дополнительные сервисы отчеты, которые предлагает конфигурация 1С ERP. Наша встреча будет построена таким образом. На слайдах мы с вами будем смотреть, так сказать, нормативные положения информации и будем параллельно переключаться на демо-версию. Сейчас я переключусь на нее. То есть вот вы видите на экране демо-базу по 1С ERP. Будем, так сказать, ручками пробовать то, о чем поговорим. И, соответственно, сейчас я снова вернусь на наши слайдики. Соответственно, мы все это посмотрим, поговорим, какие опасности у нас есть при работе с контролируемыми сделками. Что сейчас в этом году законодательно регулируется более жестко. Ну и поговорим, в общем, про дополнительные сервисы отчеты, которыми на данный момент удобно пользоваться в связи со всеми изменениями, которые произошли у нас на законодательном уровне. Итак, что такое контролируемая сделка? Немножко напомню информацию. То есть это, в общем-то, каждая операция или транзакция направлена на установление изменения или прекращение гражданских прав и обязанностей. Ну, могут быть такие сделки, как отгрузка товаров, выполнение работ, ну и так далее. Договор не обязательно будет признаваться сделкой. То есть на самом деле достаточно много изменений, которые в этом году произошли по контролируемым сделкам. И мы немножко затронем, какие изменения. Но на самом деле с бухгалтерской, с налоговой точки зрения, самое опасное, в общем-то, по последствиям и по пересчетам, это если контролируемая сделка с взаимозависимыми, то есть с аффилированными лицами. Мы про это поговорим немножко позже. Ну и, соответственно, к чему надо быть готовым, если ваша сделка попадает под критерии контролируемых сделок. Чем это в нашем случае грозит и как подстраховаться. Сделки, которые признаются контролируемыми, вы видите, в принципе, критерии. В первую очередь, это, естественно, критерии взаимозависимых сделок между взаимозависимыми лицами. Что такое, если сделка признана контролируемой? Это значит, что, во-первых, организация должна подать уведомление о такой сделке в налоговую инспекцию. И, скажем так, самое неприятное последствие – это пересчет цены сделки. Ну, соответственно, контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами. И если местом регистрации признается Российская Федерация. Если сумма доходов по всем сделкам за год превышает 1 миллиард рублей. То есть, в принципе, понятия контролируемые сделки применяются крупным организациям, которые имеют соответствующие обороты. Второй критерий – это если стороны сделки применяют разные ставки по налогу на прибыль. Ну, соответственно, здесь есть тоже ограничения. Кроме, то есть, подконтролируемые попадают сделки, которые предусмотрены. Пункт 2.4 статьи 284 Налогового кодекса. Это то, что касается налога на прибыль. Если одна из сторон платит НДПИ, то есть налог на добычу полезных ископаемых, по налоговой ставке, которая устанавливается в процентах, и предметом сделки являются какие-то полезные ископаемые, при добыче которого НДПИ платится по этой же ставке. Если одна из сторон сделки применяет ЕСНХ, то есть спецрежим, и если сделка совершена в рамках этой деятельности, а остальные участники не применяют этот режим. И еще один критерий, это если одна из сторон освобождена от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, и, соответственно, ну, например, является участником каких-то спецрежимов, то есть, например, участником Сколково. И если от налога на прибыль освобождены все стороны сделки, то она не признается контролируемым. То есть, на самом деле, здесь достаточно много исключений, мы не будем подробно в них сегодня углубляться, потому что наша задача, собственно, это посмотреть, как это делается на примере 1С. То есть, если у вас вдруг сделка попала под признаки контролируемые, что мы в этом случае должны сделать и какой набор функций предлагает ERP. Как вы видите, на экране у меня перечислены критерии, в каких случаях сделка не будет применять, не будет являться контролируемой или, наоборот, будет. Ну, самый основной, естественно, показатель это, если лица аффилированные, и в этом случае будет играть большую роль цена сделки, потому что в противном случае налоговые органы пересчитают цену сделки, рассчитают виртуальную налоговую базу и применят к ней совершенно конкретную невиртуальную ставку и насчитают вам невиртуальный налог на прибыль. И, собственно, здесь для нас будет играть большое значение то, как оформлены документы и что приравнивается к сделкам между взаимозависимыми лицами. Потому что нафилированность лиц – это первый признак, на который будет обращено внимание. Но хочу напомнить, что сделки будут контролируемыми, если их предметом являются нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, минеральное удобрение и драгметаллы и драгоценные камни. То есть здесь нужно обращать внимание на коды этих товаров. Коды перечислены в приказе Минпромторга от 2022 года. Это приказ номер 267. В остальных случаях может быть, что сделка попадает по каким-то признакам подконтролируемые, но имеются исключения законодательно закрепленные, которые эту сделку выводят из разряда контролируемых. Здесь еще есть один важный момент. То есть если сделка признана контролируемой, то в этом случае у налогоплательщиков возникает обязанность уведомить об этом налоговые органы. То есть, соответственно, проверяют контролируемые сделки налоговые инспекции. И в первую очередь это будет касаться той налоговой инспекции, которой вы зарегистрированы, ну, либо по месту нахождения, либо по месту жительства. И подается уведомление не позднее 20 мая следующего года. То есть если вы в прошлом году у вас была контролируемая сделка, то до 20 мая этого года вы должны были подать о ней уведомление в налоговые органы. А это уведомление на данный момент имеет совершенно конкретную форму. И вы видите на экране перечень сведений, которые должны быть указаны в этом уведомлении. Если у вас налоговая инспекция затребовала документацию по конкретной сделке, то, соответственно, установлены сроки, в которые вы должны ответить. Как вы видите информацию на экране, такие сведения могут быть истребованы не ранее, 1 июня года следующего за годом совершения контролируемых сделок. То есть если вы, допустим, не подали по какой-то причине сделки, по какой-то причине информацию о такой сделке, то в этом случае налоговая инспекция практически завтра имеет право истребовать у вас такие документы. И налогоплательщик в течение 30 рабочих дней с момента получения такого требования должен предоставить определенную документацию. Вот эта документация, сейчас я вам покажу перечень этих документов, соответственно, уже готовится в установленном порядке, как обычные пояснения, и подается в налоговую инспекцию как ответ на данное требование. Уведомления о контролируемой сделке, как я уже говорила, мы подаем в свою ФНС, где состоят на учете ваши юридические лица. И в течение 10 дней налоговая инспекция перенаправляет уведомления, полученные от вас, в федеральную налоговую службу для анализа на предмет корректности по сделкам. Ну, в принципе, это касается крупных налогоплательщиков, особо крупных, потому что, во-первых, ценовой порог достаточно высокий, ну, во-вторых, все критерии, кроме аффилированности, в основном относятся к крупным предприятиям. Если территориальные инспекции в результате проверки выявили, что у вас имеются контролируемые сделки, по которым вы не предоставили сведения, то есть не предоставили уведомления, то именно ваша инспекция должна составить акт о правонарушении и, ну, естественно, привлекает вас к ответственности по статье 129.4 налогового кодекса. То есть это не административная ответственность, а налоговая ответственность. Сейчас мы с вами на слайдике посмотрим, так сказать, в более обобщенном формате схему, когда сделки признаются контролируемыми и с какого момента, например, до какого момента сделка будет неконтролируемого характера, а с которого момента она будет уже контролируемая и, соответственно, вы должны будете предпринимать определенные телодвижения. То есть, ну, во-первых, согласно налогового кодекса попадает сделка по контролю или нет. В случае, если да, то это еще сделка неконтролируемая и должны быть еще дополнительные какие-то поданы сведения, информация. Ну, то есть, соответственно, если сделка по признакам, которые перечислены в налоговом кодексе, не является контролируемой, то следующий параметр, который применяется, это являются ли стороны аффилированными, то есть взаимозависимыми. Ну, если являются, то следующий вопрос, на который вам нужно будет найти ответ, это все участники сделки, это резиденты или нет. Если они, соответственно, нет, то сделка включена в перечень, который приравнивается к взаимозависимыми лицами. Соответственно, это, опять же, налоговый кодекс, и мы по нему смотрим, приравнивается или не приравнивается. Ну, в случае, если на этот вопрос ответы отрицательны, то следующий вопрос будет, стороны сделки применяют хотя бы одно из перечисленных в пункте 2 статьи 105.14, какое-то налоговое послабление. Ну, и дальше вы видите уже по схеме, что если да, то, соответственно, сделка принимается как контролируемая, и, соответственно, у вас возникает обязанность подать уведомление. Ну, и последний критерий, который анализируется, это годовой доход по сделке более 1 миллиарда рублей или менее. То есть, соответственно, если вы маленькое предприятие, то ваша сделка не попадет в разряд контролируемых. Здесь обратите внимание вот на что, что контролируемая сделка и крупная сделка – это немного разные понятия, и, соответственно, для крупных сделок существуют другие критерии, по которым сделка относится к крупным, а вот для контролируемых эти критерии будут уже другие. Какие у нас есть инструменты в 1С для работы с такими сделками? Ну, то есть, вот вы видите на экране сейчас информацию про крупные сделки, просто немножко вам напомнить, и пару слов мне хотелось бы сказать по крупным сделкам, что если у вас крупная сделка, то в первую очередь нужно проверять, легитимно или нелегитимно подписаны договора по такой сделке, потому что крупные сделки – это не всегда сделки между аффилированными лицами, в отличие от контролируемых. Там почти 90% ситуации будет попадать под признаки контролируемой сделки. А вот крупная сделка может быть с любой сторонней организации, и здесь уже критерием выступает стоимость сделки. То есть, если сделка стоимостью свыше 25% активов общества, то она уже может признаваться крупным. Либо, если есть какие-то дополнительные в уставе ограничения, то собственники могут ограничивать крупные сделки какой-то конкретной цифрой. Ну, то есть, например, сделка на сумму от 500 тысяч рублей. Это может быть не совпадать со стоимостью выше 25%, но собственники, допустим, приняли решение ограничить вот такой конкретной цифрой этот критерий. И, соответственно, в этом случае нужно смотреть, оговорено в уставе или нет полномочия директора. То есть, если сделка признается крупным, то по обычной практике она должна утверждаться учредителями или участниками общества. То есть, должно быть приложено решение учредителей о том, что одобряется такая сделка собственниками организации. Для контролируемой сделки критерии, как мы уже говорили, будут другие. И вы видите на экране слайдик, в каком случае сделка будет крупным и что нам надо в этом случае проверить. Ну, проверить, как вы знаете, естественно, нужно в первую очередь регистрационные данные, что содержится в выписке из ЕГРЮ, какие полномочия предоставлены руководителю, то есть директору или генеральному директору. И, естественно, проверить все контрольные пункты, если можно так выразиться, по истории этого общества. То есть, реально ли соответствует действительность тому, что декларируется в договоре, имеет ли возможность организация выполнить свои обязательства и так далее. То есть, при крупных сделках мы должны максимально подстраховаться на случай каких-то нарушений договорных обязательств и так далее. А при контролируемых сделках мы должны убедить налоговую, что мы не занижаем себе налог на прибыль, что здесь все в рамках законодательства, и, соответственно, пересчитывать цену сделки. Налоговая, ну, как бы, либо не имеет права, либо, если мы сами пересчитали цену сделки, то, соответственно, доказать свою правоту, что мы все сделали правильно. Еще раз мы с вами посмотрим слайдик, а потом переключимся на демобазу. То есть, для регистрации уведомления в налоговую инспекцию у нас есть режим, который расположен в блоке 1С отчетность. Мы с вами сейчас переключимся на демобазу. Вот. И у нас это с вами расположено в разделе регламентированный учет. И вот у нас раздел 1С отчетность. Хочу обратить внимание, что 1С отчетность – это не только название блока, но и название дополнительного сервиса. В этом году этот сервис стал очень востребованным, потому что в результате всяких наших законодательных изменений у нас есть очень короткие сроки для ответа, например, на требования налоговых инспекций или на какую-то другую переписку. То есть, например, если налоговая прислала вам уведомление, что ваша отчетность признана не предоставленной, то в этом случае у вас есть 5 дней на предоставление ответа. И сервис 1С отчетность предлагает напрямую взаимодействие с сайтами фискальных органов. То есть, в этом случае не нужно тратить время на обмен с операторами электронной отчетности, например, Астрал, СБИС, Контур, ну, то есть все наши эти давно известные знакомые конфигурации. То есть, не надо делать выгрузку в файл, потом в файл подтягивать контур оператора электронных следений, и потом уже оператор отправляет ваш файл, например, на сайт налоговой инспекции. То есть, с помощью сервиса 1С отчетность вы можете сразу отправлять на сайт налоговых органов. То есть, это как минимум пару дней вам сэкономит. То есть, у вас будет больше времени на составление ответа, на подбор, например, документов, которые с вас затребовали и так далее. То есть, сам этот блок у нас состоит из журнала регламентированных отчетов. Это вот сам журнал регламентированных отчетов. И дальше вот такие вот сервисные функции, которые вы видите на экране. Мы с вами сейчас переключимся в журнал отчетности. Регламентированные отчеты. То есть, видите, здесь у меня сейчас есть отчеты, с которыми я работала, которые я составляла. И есть их статус. Ну и, соответственно, принят, не принят и так далее. Для того, чтобы... Вот представим, что у меня вот этой строки нет. Для того, чтобы создать уведомления о контролируемых сделках, нам нужно через кнопочку «Создать» открывается меню выбора. Видите, закладка «Избранные» – это то, что у меня отражено в журнале. И закладочка «Все» – это, в общем-то, вся отчетность, которая предусмотрена в программе. То есть, все 336 вариантов. Значит, уведомление о контролируемых сделках у нас с вами живет в папке «Налоговая отчетность». Значит, мы, соответственно, выбираем здесь нужный нам пункт. И, как вы видите, здесь достаточно большой перечень. И выбираем, то есть выбрать это или нажать вот эту кнопку, или проставить отметку звездочкам. То есть, соответственно, мы выбираем... Вот мы дошли до уведомлений. И вот у нас уведомление о контролируемых сделках. Значит, как только мы выделяем это или звездочкой, или используем кнопку «Выбор», оно у нас переносится с закладочки «Все», на закладочки «Избранные». И после этого я его вижу вот в этом журнале. И уже по кнопке «Создать» я выбираю то, что мне нужно. Ну вот мы сэкономим время, поскольку у меня уже создана такая отчетность. Мы переходим в уведомление о контролируемых сделках. На этом моменте, то есть как только мы из режима журнала переходим в какой-то конкретный пункт. Программка сама себя хвалит и выкидывает информацию, что такое сервис 1С-отчетность. То есть то, о чем мы только что поговорили. Почитать более подробно об этом сервисе вы можете по ссылочке провалиться. Ну и подключиться к отчетности на самом деле очень просто. Здесь не надо привлечения, допустим, системных администраторов или каких-то других специалистов. Можно перейти по ссылке и, соответственно, по шагову перейти уже в сервис и подключить его напрямую. Сервис это платный. И, соответственно, если вы подписчик ИТС-ПРОФ, то вы можете одну организацию, то есть одно юридическое лицо или ИПшника подключить бесплатно. Одно. Если вы ведете учет по одному юрлицу, то, в принципе, это вполне себе удобно. Если у вас холдинговая структура, то есть у вас хоть несколько юридических лиц, то один участник у вас будет бесплатно, а за остальные нужно будет доплачивать. Но доплата вполне себе дружественна. Например, ну, зависит от лицензии, сколько вам нужно лицензии. И, допустим, на одного пользователя это будет порядка 4800 рублей за год. То есть если эту сумму разделить на 12 месяцев, то получается вполне себе корректная цифра. Сейчас мы эту рекламку закроем. И вот какой интерфейс вы увидите, когда вы начинаете работать с уведомлениями. Ну, соответственно, вот все синие тексты выделены синим. Это у нас гиперссылка. Если я нажму, то я проваливаюсь уже в само меню заполнения. То есть, естественно, вы можете настроить это под себя. Здесь есть возможность выбрать из классификаторов, из других справочников и так далее. Ну, и, собственно говоря, настройки формирования сделок. Так, окей, мы пока это оставим. Настройки формирования сделок у нас тоже самое. Могут добавляться. Вы можете просто добавить список взаимозависимых лиц. Ну, и плюс пройти по гиперссылочке, почитать, какая еще информация здесь есть. А по гиперссылочке мы можем пройти и через кнопочку «Еще». И здесь обычно размещена хорошо структурированная справочная информация. И после того, как вы вот эти настройки выполнили, вы можете сформировать список. Но он у меня пустой на данный момент, поскольку это все-таки демо-база. И заполнить уведомления. То есть, после того, как вы выполнили вот эти настройки, программа вам составит само уведомление по определенной форме и выполнит его проверку. Еще один момент. Естественно, здесь предусмотрена печатная форма. То есть, печатная форма заполняется и тех сведений, которые у вас имеются в конфигурации, в программе. Поэтому, когда вы регистрируете какие-то новые организации или контрагентов, то старайтесь максимально заполнять все, что вы знаете про контрагента. То есть, не стоит лениться, потому что потом при составлении официальных уведомлений, отчетности и так далее вам придется в режиме ручного редактирования заполнять недостающую информацию. Ну, вот видите, у меня списка нет, пустой список, поэтому, соответственно, здесь информация не заполнена. Сейчас мы снова с вами перейдем к слайдикам. То есть, вот видите, налоговая папочка налоговая отчетность и уведомления о контролируемых сделках. Это слайдик с того интерфейса, который мы с вами уже посмотрели. Вы видите, я выделила те параметры, куда нужно провалиться и заполнить соответствующие сведения. Еще один слайдик, то есть, мы с вами уже посмотрели. Это, соответственно, заполнение необходимых списка аффилированных лиц, например. Самый неприятный, так сказать, аспект при работе с контролируемыми сделками – это пересчет цены, то есть проверка цен. Собственно говоря, в имеющейся практике чаще всего контролируемые цены бывают занижены. То есть, собственно, если сделка попадает под признаки аффилированности, то налоговая в первую очередь проверяет цену сделки и, соответственно, выявляет, есть ли какой-то, ну, какие-то признаки отклонений. Как вы видите, для проверки цены применяются пять способов, то есть метод сопоставимых цен, метод цены последующей реализации, затратный метод и метод сопоставимой рентабельности, ну и, соответственно, метод распределения прибыли. Так, Алиса нам не нужна. То есть, соответственно, нам это совсем не нужно, мы сюда не хотим, нам это не надо. Почему вы не хотите использовать эти методы? Ух, программа решила, что она всех победила. То есть, использовать вот эти вот методы проверки цен можно только в той последовательности, как вы видите сейчас у меня на экране. И только при невозможности использовать, ну, например, метод сопоставимых цен, мы переходим к следующему методу цены последующей реализации, ну, естественно, так далее. То есть, проверку, повторюсь, осуществляет налоговая инспекция и, соответственно, до начисления налога тоже осуществляет налоговая инспекция, никакие другие организации, что нам грозит за нарушение рыночной цены в сделке между взаимозависимыми лицами. То есть, в этом случае будут штрафные санкции, но поскольку критерии таких сделок у нас достаточно крупные, то и штрафные санкции будут высокими. То есть, ну, естественно, будет начислен неуплаченный налог, соответственно, пений и штрафы. То есть, штраф может быть от 30 тысяч до 40 процентов от начисленного налога. Здесь есть небольшая оговорочка, что данная ответственность не применяется в отношении контролируемых сделок, доходы и или расходы по которым признаются в соответствии с 25 главой налогового кодекса с 1 января прошлого года по 31 декабря текущего года. При этом дата заключения договора во внимание не принимается. Сейчас наш следующий слайд показывает ситуацию, где программа сама себя хвалит и предлагает вам воспользоваться сервисом 1С отчетность. То, что мы с вами проговорили несколько минут раньше. И еще немножко информации. Какие ставки применяются по долговым обязательствам в случае контролируемых сделок, например, между аффилированными лицами. Если у нас есть какие-то долговые обязательства, например, договора займов, в этом случае ставка является фиксированной. И если ключевая ставка Центробанка и процентные ставки по межбанковским кредитам берутся, могут разные быть, то в этом случае у нас идут ставки, которые действовали на момент привлечения денежных средств. Если же у нас по договору плавающая ставка, то ключевая ставка ЦБ и процентные ставки по межбанковским кредитам берутся на дату признания доходов либо расходов по соответствующей сделке. Вы видите в табличке процентные ставки, которые действовали еще совсем недавно. То есть вы видите 19-й год, 20-й год. Но поскольку у нас было достаточно резкое изменение ставок ЦБ, то вот на данный момент у нас ставка рефинансирования ЦБ за 15-й год, например, 8-25 годовых. С 1 января 2016 года ключевая ставка ЦБ на соответствующий тат. Ну и сейчас вы тоже знаете, что эта ставка у нас достаточно часто изменяется в зависимости от международных и внутренних ситуаций, то есть в связи со спецоперацией и так далее. Еще одна информация, которую мне хотелось бы вам рассказать, но это опять же у нас нормативная информация. То есть федеральный закон от 26 марта 2022 года у нас расширил интервал предельных значений по долговым обязательствам. То есть обратите внимание, это именно федеральный закон, это не переписка, допустим, ведомств, там, налоговых органов или Минюста. В отношении контролируемых сделок обязательства, по которым выражены в рублях, исключения в этом случае составляют контролируемые сделки, которые соответствуют пункту 2 статьи 105.14 Налогового кодекса. Минимальное значение интервала на 2022-2023 год уменьшилось с 75 до 0%. То есть проценты по долговым обязательствам, по контролируемым сделкам такого вида в течение двух лет мы можем признавать в доходах либо расходах, исходя из фактической процентной ставки без определения рыночной цены. То есть на самом деле все то, что касается контролируемых сделок, имеет достаточно большую вариативность. И в первую очередь, если у вас появились такие сделки, нужно проверять, относится или не относится ваша сделка к контролируемой. То есть может быть даже если она между аффилированными лицами, то по другим критериям она в контролируемые не попадает. И, собственно говоря, кроме программы 1С у нас есть еще достаточно много информационных ресурсов, которые публикуют сведения по таким сделкам. Ну это, например, у нас будет банковская система светофор, которая присваивает предприятиям и вашему предприятию, или вашим контрагентам, какой-то цветовой индекс. И можно воспользоваться сайтом, сайтом светофор и посмотреть, какой цветовой индикации по надежности, проверяемой по ИНН, относится ваш партнер по данной сделке. То есть, естественно, если у вас, например, ваше предприятие в зеленой зоне, а вы заключаете договор, точнее договор, который попадает под критерии контролируемой сделки с красным партнером, то в этом случае у вас снижается ваш рейтинг надежности, и вы попадаете, меняете окраску и попадаете во всякие черные списки. И, собственно говоря, вы видите на экране информацию, если вы вдруг увидели, что ваш контрагент относится, например, к желтому или, не дай бог, к красному спектру, то чем это для вас грозит? То есть, это дополнительная информация, публикуется в официальных ресурсах, в официальных сведениях, и вы можете это проверить, чтобы не подвергать свою компанию риску. А сейчас мы с вами снова вернемся к 1С. И вот что посмотрим. Так, по контролируемым сделкам мы обязаны подавать уведомления, это я повторилась, и плюс к этому в любом случае стоит подготовить, так сказать, страховку для налоговых органов о том, что вы проявили должную осмотрительность, не пытались сэкономить на налогах за счет разницы в режимах или освобождение от уплаты налога на прибыль. Ну и, соответственно, доказать, что вы абсолютно честное, добросовестное предприятие, зеленое, вот прямо как есть по всем критериям и так далее. И что нам может предложить программа для помощи и так далее. Ну, во-первых, у нас есть сервисные функции, вы знаете, есть проверка рисков, сервис 1С Парк. И, соответственно, вы можете проверить критерии вашего партнера по разным сайтам, то есть по сайту за честный бизнес и так далее. То есть, что ваш партнер сдает отчетность, что ваш партнер не только сдает отчетность, но и уплачивает на численные налоги, что у него вообще, ну, как бы, индекс надежности, деловая репутация, все остальное соответствует нужным критериям и что ваша контролируемая сделка не несет признаков об наличке. Ну и, собственно говоря, что мне еще хотелось бы показать. То есть, у нас в разделе регламентированный отчет, опять же, раздел 1С отчетность, есть вот такие пункты меню. Если мы переходим в раздел журнала отчетности, то у нас эти функции мы видим вот в верхней линейке. Сейчас я подвину нашу вот эту вот, вот так, чтобы было видно. То есть, соответственно, эти пункты повторяются в верхней линейке меню. И нам с вами здесь будет интересно, ну, кроме того, что это дает возможность удобно переписываться, отправлять документацию и так далее, нас будет интересовать сервис личные кабинеты. Личные кабинеты у нас встречаются дважды в программе. То есть, у нас есть личный кабинет сотрудника и личные кабинеты, которые в разделе 1С отчетность, это личный кабинет вашей организации на сайтах контролирующих органов. Если мы переходим в этот режим, вы видите перечень фискальных органов, с которыми можно зарегистрировать личный кабинет. То есть, если личный кабинет налогоплательщика, то у нас в этом случае мы переходим сразу на сайт налоговых органов. И как здесь зарегистрировать личный кабинет, если вдруг у вас его еще нету, есть достаточно подробные ссылки, переходя по которым это можно сделать достаточно легко. Сейчас мы это закроем, чтобы нам не мешалось. Вот так вот. И вернем все на место. То есть, соответственно, в этом случае через личный кабинет у нас сейчас приходят и запросы, и уведомления, какие-то дополнительные материалы. Это очень удобно и естественно экономит время, потому что перейти в личный кабинет можно в любой момент, не выходя из программы, через вот это меню. И посмотреть, особенно перед сдачей отчетности, посмотреть, нет ли у вас каких-то требований или каких-то дополнительных запросов от налоговиков. ФСС, ну сейчас это у нас объединенный социальный фонд, соответственно, это работа с личным кабинетом. Организация, где видно, например, камеральные проверки, акты по камеральным проверкам и так далее. И есть личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности, подтверждение экономического вида деятельности, ну и других соц. обязательств. И, соответственно, в этом случае у нас есть еще возможность работать со статистикой, то есть делать там личный кабинет. Ну и вы видите Росприроднадзор и так далее. Значит, здесь в чем, на что надо уделить внимание? Во-первых, на статистику. Потому что, на самом деле, статистика у нас всегда была такая достаточно лояльная организация, которая всегда всем все напоминала, что они забудьте, вы же должны были предоставить отчетность, а где она. Но поскольку информация о том, что она будет иметь право применять штрафные санкции, муссируется давно, то, в принципе, многие не обратили внимание на то, что с прошлого года статистика уже реально применяет штрафные санкции за несдачу, за нарушение сроков отчетности. Их штрафы достаточно серьезные. То есть это за первичный проступок у нас идет штрафные санкции до 70 тысяч рублей, а за повторный проступок в течение налогового периода санкции возрастают до 150 тысяч. Согласитесь, будет обидно, если вы забыли потратить 5 минут на то, чтобы по вашему ИНН на сайте проверить, под какую выборку попала ваша организация, какие отчеты вы теперь должны сдавать. Потому что в начале года статистика и в программе, то есть в конфигурации 1С отчетность у нас достаточно много добавилось дополнительных отчетов от статистики. Можно даже посмотреть. Вот сейчас мы с вами перейдем в регламентированный учет и посмотрим, опять же, меню. Наши уже составленные и, вот, например, отправленные отчеты и те, что у нас возникли в этом году. То есть вот мы открываем с вами папку статистика и вот наиболее часто применяемые отчеты. Видите, список достаточно большой. То есть я дошла уже вот до какого уровня, а формы здесь еще до и больше. И есть еще папочка здесь же в форме статистической отчетности. Папочка прочие формы, которые включают в себя МП и прочие формы. То есть в основном это формы, которые касаются персонала, заработной платы, ну, то есть каких-то дополнительных начислений. Но видите, форм очень много. Поэтому уделите этому немного внимания, проверьте, чтобы вы не попали на эти штрафы, ну и, соответственно, чтобы у вас не возникло дополнительных налоговых санкций. Сейчас мы это все с вами закроем и вернемся снова в раздел регламентированный отчет, личный кабинет, то есть там, где мы уже с вами смотрели. Вот у нас портал статистической отчетности. И не забудьте, если у вас есть дополнительные какие-то виды отчетов, ну, то есть, например, если вы, если у вас есть скважины, земельные участки, еще какие-то дополнительные отчеты, то, соответственно, вам нужно заранее заботиться регистрацией личных кабинетов и так далее. Ну, второй вариант это личный кабинет сотрудника. Это у нас относится с вами к кадровому делопроизводству, к заработной плате. То есть, если мы переходим в раздел кадров, вот вы видите, у нас сервис, есть 1С кабинет сотрудника. Он также нам доступен из раздела заработной платы, здесь тоже есть 1С кабинет сотрудника. Ну, это, как говорится, уже немножко другая песня, потому что это информация по конкретному физическому лицу, и этот сервис нам позволяет экономить время бухгалтера, то есть, не дергать его, что мне нужна такая-то справка или расчетный листок, а получить такую информацию напрямую через личный кабинет. В этом сервисе можно посмотреть дополнительно более подробно о самом сервисе информацию. Ну, соответственно, регистрируется, если вы сами начали регистрировать, то поля, которые имеют красное пунктирное подчеркивание, это то, что обязательно к заполнению. Ну, и, собственно говоря, здесь, видите, достаточно просто, то есть, выполнить настройку, для этого нужно перейти по ссылке. Ну, информация очень хорошо структурирована по всем разделам, то есть, как настроить, как перейти, как зарегистрироваться и так далее. Еще у нас есть достаточно хороший сервис, это, ну, собственно, это работа с контрагентами, здесь уже просто сервис, который подтверждает вашу должную коммерческую осмотрительность. Обратите внимание на терминологию, что в этом году у нас действует термин должная коммерческая осмотрительность. Раньше было просто осмотрительность, ну, то есть, терминология немного изменялась. И еще раз в раздел регламентированный учет вернемся. То есть, как вы видите, здесь есть дополнительные, ну, то есть, наш стандартный бухгалтерский отчет, всем привычные там оборотки, анализы счетов и так далее. И есть, допустим, уже по этому году, так сказать, выстраданные комментарии по работе с единым налоговым счетом. И вот, обратите внимание, в меню сервис есть помощник заполнения декларации по налогу на прибыль. То есть, налог на прибыль, это, естественно, то, что напрямую связано с контролируемыми сделками. Ну, и, собственно говоря, вот мы переходим в этот помощник. И здесь достаточно понятный, интуитивно понятный интерфейс. Ну, и, соответственно, информация, которую вы должны были запомнить, запомнить, вернее, при первоначальных настройках. То есть, налоговая инспекция и так далее. Мы выбираем период, и дальше нам уже помощник помогает работать с декларацией по прибыли. То есть, в принципе, самый, ну, как бы замороченный отчет, который у нас имеется. Ну, пожалуй, не уступает ему еще НДС. Ну, здесь все, в принципе, достаточно понятно. И мы используем вот подсказки, которые имеются в этом режиме. И меню регламентированная отчетность нам еще позволяет проверить, так мы или не так формируем наш отчет на прибыль. То есть, это у нас анализ учета по налогу на прибыль. В принципе, достаточно удобный сервис, как вы видите. Здесь можно просмотреть, что включено в отчеты. Я не выбрала предприятия. Ну, допустим, вот возьмем промресурс. И возьмем его вот так вот. То есть, мы задаем период, за который требуется проверить. И в случае, если у меня есть здесь какая-то информация, я могу посмотреть расшифровку. И в этом случае у меня проверяется закрытие месяца, какие проводки сделаны. Если где-то будет несоответственно, то естественно, я получу об этом очень подробную информацию. Еще один момент, на который мне хотелось обратить внимание, это, например, в разделе финансовый результат и контролинг у нас с вами есть раздел закрытия месяца. И вот в этом закрытии месяца, в ERP конкретно, есть возможность сделать окончательное закрытие или предварительное закрытие. То есть, если я выбираю режим предварительное закрытие месяца, то в этом случае у меня, так сказать, сокращенный вариант этого отчета получается. То есть, у меня не пересчитывается себестоимость материалов, а формируется только предварительный финансовый результат. Если мы выбираем, ну вот видите, да, если мы выбираем полное закрытие месяца, то в этом случае пересчитывается себестоимость материалов, которые списываются или передаются в производство, ну то есть, себестоимость материалов, готовых изделий, и уже формируется полностью алгоритм закрытия месяца, и программа автоматически его выполняет. И удобно то, что можно предварительное закрытие запустить в любой момент. Будут высвечиваться ошибки, которые у вас есть, или не будут комментарии, ну вот, например, подробнее, что вам требуется сделать, есть или нет ручные операции, то есть, так сказать, зона риска, то есть мы не нашли, как это сделать нужным документом, поэтому быстренько освояли ручной операции. И, соответственно, все ваши ошибки, видите, здесь высвечиваются. То есть, требуются настройки, или что-то не проведено, или где-то еще накосячили. То есть, сервис достаточно удобный, именно с практической точки зрения. То есть, не надо лопать все журналы, искать, откуда же у меня пошли неправильные проводки, особенно, ну, если это проводки, выполненные не документом, а ручными операциями. И, ну, то есть, и еще один момент, то есть, вот этот режим может работать, не прерывая деятельность других пользователей. И здесь у нас еще есть в регламентированном учете, как вы видите, достаточно большой раздел отчетов, который мы можем получить, и расчет по упрощенке. То есть, в принципе, упрощенка с контролируемыми сделками меньше всего, ну, как бы взаимосвязана, потому что критерии по контролируемым сделкам и по упрощенкам очень разные. Ну, и новый режим автоматической упрощенной системы налогоблажения. Сейчас это пилотный проект, который касается, начат он в четырех областях, в четырех территориальных органах. То есть, это Москва, Московская область, Калуга, Калужская область, вернее, и Татарстан. У этого режима еще более маленькие критерии, то есть, это выручка до 60 миллионов, а по контролируемым сделкам, как вы помните, у нас один миллиард. Ну, то есть, это разные, как бы, уровни. И сервисы, отдельные сервисы, которые помогают сформировать наиболее трудные для бухгалтеров разделы. Собственно говоря, вот на этом мы с программой закончим работу. Возвращаемся к нашим слайдикам. И я хочу вернуться назад, к нашему титульному, так сказать, листу. И еще раз напомнить вам наши контактные данные. То есть, электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Если вам, например, оказалось неудобно время проведения нашей встречи, или вы что-то хотели бы, например, более подробно посмотреть, то через некоторое время мы выкладываем записи наших вебинаров на сайте. Так что, милости просим, вы сможете там посмотреть и наш сегодняшний вебинар, и, возможно, вас заинтересуют какие-то предыдущие темы. Ну, то есть, вы сможете посмотреть и в удобное для вас время, и ту информацию, которая для вас значима и актуальна. Ну, а, собственно говоря, компания Кодерлайн приглашает вас к сотрудничеству. Мы будем рады оказать вам любую помощь, которая касается семейства программ 1С, и внедрения, и доработки, и настройки. Ну, то есть, любые операции, которые необходимо провести, мы с радостью для вас выполним. Так что, еще раз приглашаем к сотрудничеству. На этом компания Кодерлайн заканчивает нашу встречу. Благодарю вас за внимание, за время, которое вы нам уделили. И надеемся, что мы сможем быть вам полезным и помочь вам в вашей работе. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. К сожалению, время у нас уже вышло. Всего доброго. Хорошего вам дня. Субтитры подогнал «Симон»